Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение четвертой книги Царства. И мы читаем первую главу с первого стиха и ниже. «Отложился Муав от Израиля по смерти Ахава. Озий же упал через решетку горницы своей, что в Самарии, и за ним мог. И послал послов и сказал им, пойдите спросите у Вильзевула, божества Акронского, выздоровею ли я от сей болезни? И пошли они спрашивать». Конечно, при всех проблемах царей израильских, где царило двоеверие и даже идолопоклонство, вот так пойти и спрашивать у Вильзевула, божества Акронского, выздоровею ли я от сей болезни или нет. Ахозия послал своих слуг, конечно. В то время как в Израиле было значительное число пророков, это, конечно, оскорбление Бога и оскорбление Его слова, которое звучало через пророков. И наказание последовало. Тогда ангел Господень сказал Илье Фесвитянину «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевула, божество Акронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья и сказал им. Здесь поражает то, что пророк Илья получает откровение через ангела, потому что считается, что с такими возвышенными личностями, как Илья, Господь собеседует непосредственно и чаще без всяких посредников. Возможно, в этот момент пророк Илья допустил какую-то неточность. Поэтому здесь явление Господне происходит через ангела Божия. Это тоже пророчество, но это немножко другой уровень пророчества. Самый высокий уровень пророчества – это воигра, то есть когда Господь сам взывает к пророку, и пророк отвечает на его призыв. И даже считалось, что если пророк начинает искать общение с Богом без призыва со стороны Господа, то он ничем не лучше, чем придорожная падаль. Вот такое грубое выражение существовало. В том смысле, что никто не может вызывать Господа. Имеется в виду, что Господь есть Господин Вселенной, и мы со смирением ждем, когда Он обратится к нам. Тем более, если кто-то хочет, чтобы напрямую Господь общался с ним, уже в таком пожелании есть некий элемент дерзости. Поэтому в Библии чаще описывается, что Господь взывал к пророкам, это самая высокая форма общения с Богом, и они отвечали ему. Или Он говорил с ними через ангела, или видение во сне. Вот видение во сне — это такой уже как бы низкий уровень пророчества, не столь высокий. Поэтому мы можем предположить, что в чем-то Илья мог допустить неточность, потому что здесь нет вот этого призыва к диалогу, но в любом случае это высота пророческого собеседования через ангела с Богом. Итак, приговор, который Илья должен объявить Ахозия. За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илья и сказал им. За это, это за то, что они решили вопрошать Вильзевула, божество Акронское. Конечно, никаких таких Вильзевулов, там, Зевсов, Аполлонов, Меркуриев в духовном мире не существует. Существуют бесы, как они называются в Писании, мохнатые. И вот эти бесы, демоны, они вселяются в идолов и действуют через них. И обращаться к идолу, вопрошая о чем-то, это тяжелый грех, потому что нельзя даже называть их имен. Запрещено в книге «Исход» даже упоминать их имена. Если мы, например, в Писании читаем, тут как бы их имена называются, но это в контексте библейского откровения. Здесь они связаны. А если так, в обычной ситуации человек произносит эти имена, в этом есть опасность. И возвратились к Ахозию посланные, и он сказал им, что это вы возвратились, то есть, что это вы так скоро возвратились. И сказали ему, навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле? Что значит, разве нет Бога в Израиле? Имеется в виду, что в Израиле были пророки. А говорить о Боге там в Израиле, в Иудее, Бог в общем вездесущий. Но вот, когда есть пророки, есть старцы, которые получают откровение от Бога и собеседуют с народом, это значит, Господь как бы не покидает этот народ. Хотя Израиль, мы это знаем, это очень такое развращенное было государство, в отличие от Иудеи. «И скажите ему», они передают слова Ильи, «так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вильзевула, божество Акронское, зато с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Возникает сразу вопрос, а какой смысл вот в таком пророчестве, которое, по сути дела, является смертным приговором? Неужели вот Господу доставляет удовольствие поставить такой смертный диагноз человеку, что он не встанет с постели и умрет? На самом деле, Бог может отменить это решение, как в случае с Ахавом нечестивым, мы уже убедились в этом, было пророчество, но он раскаялся, и Господь дал ему три года спокойной жизни. Поэтому божественные слова, обращенные к конкретному человеку, они обращены и с некой педагогической целью. Это как бы человеку дается последний шанс задуматься над собою и, может быть, принять правильное решение. А что делает Ахозия и сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии. И вот здесь дается описание пророка Ильи и оно соответствует описанию и другого пророка, последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя, который был в духе пророка Ильи. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом под поясом под чреслом своим. То есть он не стриг волос ни на голове, ни на бороде и кожаным поясом под поясом под чреслом своим. А кожа берется от убитого животного и подпоясывали чресло. А чресло это символ мужской силы. И таким образом как бы указывалось на то, что эти люди умертвили свои вот эти плотские пожелания. И кожаный пояс это символ того, что они контролируют любое такое свое чувство. Иначе бы Бог не вступал бы с ними в диалог. Если человек в оскверненном состоянии или просто вот живет такой вот семейной жизнью регулярно, то диалог в некотором смысле он не очень возможен. Он не очень возможен. Это знали древние иудеи, поэтому даже для написания своих работ известна Иосиф Флавий воздерживался от общения с женою и уезжал за город, чтобы мало с кем общаться, чтобы когда ты даже описываешь историю, чтобы было какое-то вдохновение от Бога. Поэтому чесла подпоясанные кожаным поясом это контроль за своим плоским состоянием, плоскими чувствами. А то, что волосы они не стригли, человек тот весь в волосах, таким же был Иоанн Креститель, а здесь Илья, это символ посвящения, как на заре они посвящали себя Богу и они тоже не стригли своих волос. И сказал он, то есть Ахозия, это Илья Фиспетянин и послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, пятидесятник это глава пятидесяти воинов. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком и он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы и сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илья и сказал пятидесятнику, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток и сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. Не надо думать, что пророки действовали спонтанно и как бы Илья сидел не в настроении, а тут какие-то люди пришли, он помолился и вот они все сгорели. Конечно, нет. потому что пророк это представитель не только Слова Божия, но и представитель Божьего суда. Как Моисей, прежде чем убить египтянина, сказано, он посмотрел в одну сторону, в другую сторону, то есть он посмотрел в прошлое этого человека, в его возможное будущее, ничего хорошего не увидел. И тогда умертвил египтянина, а тело закопал в песок. То есть пророки, они выносят божественные приговоры, значит, они имеют непосредственное отношение к божественным судам. И эти люди погибли, каждый и пятидесятник, и его пятидесяток за свои какие-то другие преступления, а не за то, что вот они пришли звать Илью к Ахозе. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему, человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илья, и сказал ему, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. Кстати, наиболее худшая ситуация, когда грешник не получает возмездие за свои грехи в этой жизни. И когда он умирает, как бы естественной смертью, а если он сподобляется, я употреблю именно это слово, сподобляется какой-то трагической кончиной, это возможность хоть как-то ответить за свои преступления. Поэтому в Писании сказано, что горе грабителю, который не был ограблен. то есть горе всякому преступнику, которого не настигло его преступление, потому что Бог наказывает людей и грехами, и это не мщение, это воздаяние, а воздаяние предполагает, что они уже получают наказание, и в день суда к ним может быть более благостное отношение. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком и поднялся и пришел пятидесятник третий и пал на колени своей перед Ильей и умолял его и говорил ему человек Божий да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих с их пятидесяти предачами твоими. Вот здесь может быть раскрывается секрет почему два пятидесятка были уничтожены. Да, конечно каждый страдает за свои грехи но смотрите действия вот этого третьего пятидесятника они отличаются. Те просто подходили и говорили человек Божий царь говорит сади а этот проявляет почтение мы читаем и пал на колени своей перед Ильею и умолял его и говорил ему человек Божий да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих с их пятидесяти предачами твоими. Насколько я помню в оригинале там говорится да будет ценно моя душа пред глазами твоими и души вот этих моих людей. И он дальше говорит вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими. здесь может быть неправильно обыгрывается слово презренно но читаем далее и сказал ангел господин Ильи пойди с ним не бойся его и вот здесь мы сталкиваемся с проблемой Илья сидел на горе и так спокойненько один пятидесяток сгорел второй вот третий пришел к нему пятидесяток и умоляют его на коленях а оказывается какой-то страх был в сердце Ильи и сказал ангел господин Ильи пойди с ним не бойся его что это за страх но была жива Изавель жена Ахаба и она могла отомстить за своего мужа человек не должен искушать господу бога своего проявляя неоправданную смелость неоправданную храбрость как на войне человек не в каждом случае должен бросаться на абразуру пулемета а оберегать свою жизнь хотя по приказу командиров человек идет в атаку но при этом он уворачивается от прямых выстрелов в него и сказал ангел господен Ильи пойди с ним не бойся его и он встал и пошел с ним к царю с другой стороны это нам показывает что Илья не позволяет себе что-то делать без божьего одобрения это вот другое истолкование можем применить и хотя он ничего плохого не сказал об этом третьем пятидесятнике и его пятидесятке но вот без благосостояния господня он может быть бы и не пошел поэтому не бойся его можно понять и так не бойся если ты пойдешь с ним господь одобряет потому что истинно верующий человек он всегда боится нарушить волю бога а здесь ангел говорит не бойся пойди то есть тебе разрешается вот сейчас ты можешь пойти вот с теми нельзя с нечестивыми вот с этим вот с этим и сказал ему так говорит господь он стал и пошел с ним к царю и сказал ему то есть уже царю охозе так говорит господь за то что ты послал послов вопрошать вильзевула божество окронское как будто в израиле нету бога чтобы вопрошать о слове его с постели на который ты лег не сойдешь с нее но умрешь возникает вопрос а второй раз зачем это говорить первый раз это как бы призыв к покаянию а второй раз уже перед постелью умирающего человека ему такое говорят в лицо но мы знаем пример из Библии когда пророк Исаия пришел к еврейскому царю к иудейскому и тот лежал на смертном адре и он ему сказал вот не сойдешь умрешь царь повернулся к стене заплакал а Илья пошел из дворца не успел далеко отойти как господь говорит вернись он там молится у стены плачет я продлеваю его жизнь еще на столько-то столько-то лет то есть это все равно был призыв и Ахозия если бы он на этот момент пережил бы раскаяние в самый этот момент когда второй раз повторяется приговор даже третий если бы он обратился к Богу все было бы нормально но этого не произошло но здесь мы видим что несколько раз давалась возможность Ахозия обдумать свой поступок и раскаяться в нем и 17 стих сообщает и умер он по слову господню который изрек Илья и воцарился Иорам брат Ахозия вместо него во второй год Иорама сына Исофатова царя иудейского так как сына у того не было то есть от Ахозии не осталось и наследников прочее об Ахозии что он сделал написано в летописи царей израильских итак сегодня мы читали первую главу четвертой книги царств которая научает нас с одной стороны долготерпению Божию а с другой стороны к тому что при всяком удобном случае надо стремиться к раскаянию даже если казалось бы все безнадежно приговор уже вынесен причем небесами потому что Господь и обличает нас через свои писания через своих служителей чтобы дать нам некий шанс одуматься опомниться и раскаяться с термином это все безнадежно и все безнадежно все безнадежно и Продолжение следует...